МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это произошло в 2007 году. Снаряжённая в Дели специальная археологическая экспедиция Национального географического общества отправилась на север Индии, чтобы обследовать район с названием Пустая Четверть. Это северо-запад страны, граничащий с Пакистаном. Места здесь более чем суровы и неспокойны из-за постоянных конфликтов местных племён с властями. Поэтому к экспедиции был прикреплён отряд индийской армии для предотвращения возможных провокаций местных бунтарей. Но что так тянуло археологов в этот район? Несколько раз учёные получали информацию, что в пустой четверти люди натыкались на фрагменты останков какого-то гигантского существа. И когда экспедиция прибыла на место и начала раскопки, то удивлению археологов не было предела. Они обнаружили огромную гробницу, в которой покоился скелет гигантского человека. Его предполагаемый рост превышал 15 метров, а размер черепа был сопоставим с размером микролитражного автомобиля. Сенсационная новость моментально облетела мир, но вскоре работы экспедиции были засекречены. Находка испугала учёных. Прежде всего потому, что она грозила пересмотром существующих представлений о происхождении человека. Практически у любого народа мира существуют предания и легенды о великанах. Кроме мифов, есть и множество фактов, указывающих на существование людей, чей рост был существенно выше современного человека. Это не только древние письменные документы, но и частично, а иногда и полностью сохранившиеся сооружения поразительно огромных размеров, циклопические руины и колоссальные мегалиты. Подобные артефакты довольно часто обнаруживают археологи. Как считают исследователи, технологии обработки гигантских камней просто несовместимы с физическими возможностями человека нашего времени. Академическая наука не дает пока четкого и вразумительного объяснения, как же могли быть построены невероятных размеров сооружения. Наверное, проще всего этот феномен объяснить тем, что в глубокой древности существовали гигантские люди, которые создавали архитектурные проекты в соответствии со своим ростом. В противном случае, как же мог появиться грандиозный Карнак, знаменитый Стоунхендж? А кто создал сейды и циклопические развалины на Кольском полуострове? Огромные порталы языческих капищ в Древней Индии. Невообразимых размеров каменные схроны на Кавказе. Таких примеров можно привести очень много. Мегалитических сооружений, в том числе и на территории нашей страны, более чем достаточно. И меня, поверьте, не удивляет, что в разных районах, как на юге, как на Кавказе, так и на Крайнем Севере, существуют легенды среди местных жителей, что якобы эти мегалиты строили большие великаны. Особенно сильно распространены эти легенды на Кавказе, где нарты, то есть великаны, по словам местных жителей, строили не только гигантские сооружения, но и жилища для людей маленьких. То есть, в частности, вот именно эта наиболее распространенная легенда о том, как появлялись дольмены. И действительно, в небольшие отверстия, поверьте, я с габаритами среднего мужчины не могу попасть внутрь. В самом основании Баальбекской террасы, которая находится в Ливане, лежит три блока весом 800 тонн каждый. Эти блоки подогнаны друг к другу с невероятной точностью, до ничтожно малых долей миллиметра. А это просто невозможная задача, даже для современных строительных технологий. А чтобы лишь немного подвинуть только один такой блок, нужно было бы приложить силу, не подвластную даже нескольким десяткам тысяч человек. Либо, мы должны предполагать, в нашей древней истории должны существовать некие могущественные технически развитые цивилизации, но мы, извините, не видим большого количества технических сооружений, мы не видим остатков инструментов и прочих признаков технической цивилизации. Либо те существа, не знаю, это наши предки, или, может быть, отдельная биологическая ветвь, были значительно больше нас по размерам и, соответственно, обладали более могучей силой. Еще в 19 веке упоминалось о том, что археологи и простые обыватели натыкались на останки людей огромных размеров. Например, в 1821 году в штате Теннесси в США были найдены развалины древнейшей каменной стены, под которой находились два скелета человека. Предполагаемый рост – более четырех метров. Похожие находки также были сделаны и на других континентах в самых разных уголках планеты. Опять же, вот на Аляске мне сказали, что на одном из островов архипелага Александровского обнаружили еще русские колонисты в начале 19 века останки каких-то гигантов. Вывести не удалось с этого острова. И потом, когда вспомнили об этих записках, значит, о том, что нашли останки каких-то гигантских людей, то уже не смогли отыскать этот остров. В 1936 году в Центральной Африке, близ озера Накуру, палеонтолог из Германии Ларсен Коль обнаружил скелеты людей гигантского роста. Дюжина мужчин была захоронена в общей могиле. Рост этих мужчин доходил до 3 метров 75 сантиметров. При исследовании в 1985 году этого же района антропологическая экспедиция вела раскопки на глубине около 3 метров от поверхности земли. Археологи из Австралии среди разнообразных останков обнаружили окаменелый коренной зуб. Явно человеческий. Но его высота равнялась 7 сантиметрам, а ширина – более 4. Обладатель зуба такого размера должен был иметь рост как минимум 7,5 метров, а вес – 370 килограммов. Возраст окаменелости составил 9 миллионов лет. Но более всего исследователей поразили отпечатки ног великанов. Таких находок было две. Ну, след в Южной Африке есть на вертикальной стенке ступни, человеческой ступни, ступня длиной в метр. Рост, дай бог, там что-то порядка зашкаливает за 25, по-моему. Вот, такой же след на Цейлоне имеется. Причем, я не помню, где правая, где левая, но они разные – одна правая, одна левая. В некоторых горных районах Армении до сих пор живут крестьяне, которые утверждают, что оказывались свидетелями находок древних человеческих останков. Обнаруженные ими кости, черепа были совершенно невообразимых размеров. Очень интересная находка была сделана археологами в Грузии, в горах Боржомского ущелья. Здесь были обнаружены огромные кости человека. Их возраст составлял 25 тысяч лет. По всем параметрам можно утверждать, что рост этих людей-гигантов мог достигать трех метров. А в 2000 году в горных районах Северного Кавказа двое путешественников наткнулись на пещеру, в которой обнаружили скелеты размером до четырех метров. Около одного из скелетов находился необычный огромный стилет, выполненный из неизвестного металла. И, наконец, находка на северо-западе Индии в 2007 году. Порода, в которой ученые нашли окаменелые останки, насчитывает 45 миллионов лет. Исходя из всех вышеизложенных факторов, думается, что следы гигантских людей отнюдь не вымысел. Ведь свидетельства в их существовании имеются почти во всех частях света. Естественно, что если рассматривать каждую находку или сообщения в отдельности, то они будут казаться вымыслом, загадкой или чудом. Однако, если все факты и сведения собрать воедино, открывается совсем другая картина. За последнюю сотню лет археологи нашли немало свидетельств существования на нашей планете огромного количества гигантских животных. Динозавры-завроподы, самые крупные из известных науки наземных животных, весили до 80 тонн и достигали 50 метров в длину. Впечатляют размеры и некоторых представителей современной фауны. Рекордсменом среди млекопитающих является синий кит. 33 метра, 195 тонн. Среди наземных млекопитающих рекордсменом является африканский слон. С его ростом более 3 метров и весом около 5 тонн. Гигантизм в природе вполне реальное и давно признанное наукой явление. Более того, он возможен в рамках одного вида. Львы и тигры – настоящие великаны по сравнению с домашними кошками. Хотя это представители одного и того же семейства – кошачьих. Человек – тоже часть природы. Часть видового разнообразия планеты. В ходе эволюции его физические и умственные параметры тоже не раз менялись. Если существуют животные огромных размеров, то почему бы гигантом не быть среди людей? Кто знает, может быть, когда-то наравне с обычными людьми землю действительно населяли великаны. В декабре 1906 года петербургские газеты сообщали. На днях в Петербург прибыло будет демонстрироваться в одном из цирков русский великан Федор Махнов. Какового роста доселе еще не встречалось ни в одной части земного шара. Как сообщал в 1903 году журнал «Природа и люди», Федор мог легко гнуть подковы, крутить спирали из железных прутьев, поднимать помост с играющим оркестром. Оказалось, что великан обладает цветущим здоровьем, женат и имеет двоих детей самого обычного роста. А еще газеты поведали читателям, что именно и в какой последовательности ест великан. Как выяснилось, утром он выпивал около двух бутылок молока или чая, съедал на завтрак 15 яиц, сваренных вкрутую, и 8 кусков хлеба. В полдень поглощал 2 фунта жареного мяса, больше 3 фунтов картофеля, несколько фунтов хлеба, запивая все это бутылкой хорошего пива. И, наконец, вечером богатырь опять съедал не менее 10 яиц и несколько ломтей хлеба. Жить в качестве выставляемой на потеху диковинки Федору Махнову в конце концов надоело, и он вернулся в родные места, где на заработанные деньги построил хутор. Официальной причиной смерти стало воспаление легких, однако злые языки поговаривали, что Федор Махнов стал жертвой недоброжелателей, что его отравили соперники, церковые великаны и силачи более мелкого калибра. В Книге рекордов России мы доподлинно знаем, что самым высоким человеком планеты всех времен, именно доказанным самым высоким, был Федор Махнов, россиянин. Рост этого человека был 2 метра 85 сантиметров. Федора Махнова замеряли в музее антропологии в Берлине. Он упомянут в книге известного биолога Жоржа Растана французского. Кроме того, он приезжал в Париж в составе Большого российского посольства. Он участвовал в очень многих культурных мероприятиях, где, естественно, постоянно его рост замерялся для того, чтобы люди могли убедиться, что да, действительно, 2 метра 85 сантиметров. Почему некоторые представители рода человеческого значительно превосходят своими размерами других людей? Эту загадку ученые пытались разгадать давно. По одной из версий, огромный рост, который сегодня воспринимается как аномалия, когда-то был для наших предков обычным делом. Например, легендарный библейский Голиаф, трехметровый великан Филистимлянин, громил ряды своих врагов, швыряя в них булыжники размером с качан капусты. Но в отличие от полумифического Голиафа, существовали и вполне конкретные люди Исполины, жизнь которых – неопровержимый исторический факт. Так античный историк Иосиф Плаве писал, что среди заложников, присланных персидским царем в Рим, находился Елеазар, иудейский великан ростом почти 3,5 метра. Сей Исполин не отличался особой физической силой, зато прославился обжорством. Но устраивавшихся уже в те времена конкурсах «Кто кого переест», римляне выставляли Елеазара, и черевоугодник всегда побеждал. Однако великан выглядел бледным и болезненным. Поэтому Цезарь, опасаясь распространения недуга среди членов своей семьи и приближенных, приказал увезти из замка этого немощного монстра и при дворе его больше не принимать. Чем древней мы уходим в историю, тем человек меньше фантазировал. То есть вот нашу цивилизацию, допустим, взять, наше время, сейчас люди фантазируют больше. А тогда даже создатели сказок, они обязательно опирались на какой-то факт. Значит, вполне возможно, что где-то в каких-то регионах могли существовать такие высокие люди. Они оставили свой след в мифах и искусстве. Они тысячелетиями вдохновляли человеческую мысль. Но если они были, то куда же делись потом? Какая неведомая сила сумела сокрушить эту цивилизацию могущественных титанов и стереть ее с лица Земли, что практически не осталось никаких следов? Те же мифы и легенды говорят о том, что великаны стали жертвой всемирного потопа. Земля в наказании за грехи человечества покрылась водой. И те цивилизации, где жили люди-гиганты, просто-напросто погрузились в пучину вместе со всеми остальными обитателями планеты. Об этом упоминается и в самой Библии, и во многих других священных книгах. По Библии по той же. Адам был ростом около 30 метров. Ева, как, соответственно, женщина, чуть пониже, 25. Гиганты упоминаются даже в Одессее, когда Одессей попадает в таким народом листригоны, называются. Там, скажем так, ребенок был чуть ли не два человеческих роста нормального. Несмотря на находки гробницы обычных захоронений с останками великанов, академическая наука не склонна давать комментарии по этому поводу. Более того, гигантских человеческих костей нет ни в одном антропологическом музее мира. Возникает вопрос. Если кости древних великанов находят так часто, куда же они потом деваются? Все находки костей больших великанов, к сожалению, они настолько же известны, настолько же общеизвестны, и их существование мало кто ставит под сомнение, настолько же они труднооловимы. То есть в каждом из этих случаев, к сожалению, нам не удавалось по приезду на место найти прямых очевидцев и сами кости. То есть раз за разом они исчезают. Их местонахождение каждый раз, в общем, остается притчей во языцах. Кстати, останки русского великана Федора Махнова, того самого циркача, который до сих пор является рекордсменом по росту, также бесследно исчезли. Незадолго до войны, в 1939 году, представители Минского медицинского института предложили вдове Махнова и его сыну отдать тело, как говорится, на пользу науке. Родственники согласились. Останки извлекли из трехметрового гроба и увезли в Минск. Но во время войны здание института было разрушено, а скелет Махнова пропал. По одной из версий, это заговор. Так, например, считает известный антрополог, автор книги «Запретная археология» Майкл Бэджин. Он утверждает, что представители традиционной науки специально прячут аномальные находки, поскольку они не вписываются в официальную теорию происхождения человека. Принято считать, что рост всегда был ограничен высотой в 2,5 метра. И что великаны большего размера существуют только в сказках. Пересматривать эту версию в угоду каким-то непонятным находкам никому не хочется. Есть еще одно предположение. Его логика довольно необычна. Останки древних великанов прячут или же уничтожают те, кто считает их существование вполне реальным. А людей, кто не верит в это, подвергают астракизму. Во всяком случае, жители многих горных селений Северного Кавказа могут даже отказаться разговаривать с теми, кто посмеет хоть как-то усомниться в существовании великанов. А уж тем более высмеет легенду. Там до сих пор считают, что великаны не только были, но и есть до сих пор. И живут они где-то высоко в горах. Я думаю, вполне логично могли эти кости спрятать, уничтожить, перезахоронить. Одним словом, сделать все, чтобы так устойчиво существующая легенда не испытала ни в коем случае никаких внешних потрясений. Некоторые исследователи считают, что к исчезновению гигантов причастно всемирное тяготение планеты. Раньше, то есть миллионы лет назад, уровень гравитации позволял существовать великанам как среди животного мира, так и среди людей. Гиганты с огромной массой тела легко перемещались по Земле. Но со временем планета набирала вес, и притяжение увеличилось. Гигантам стало тяжело, и они исчезли. Но как планета могла увеличить свою массу? Каждые сутки, по сообщениям астронавов, на нашу Землю сваливается примерно 100 тонн метеоритов. Абсолютно большинство из них сгорает в атмосфере. Но при этом они распадаются на молекулы атома. Эти молекулы атома становятся частью Земли, тем самым увеличивая ее массу. Есть 100 тонн в сутки. Умножаем, пускай, на 3 миллиарда лет. На 3 миллиарда, и еще на 365. Прирост массы Земли будет огромен. Значит, чем больше массы, тем сильнее протяжение. Два метра. Такую верхнюю границу установила природа для роста человека. А всех, кто выше, обрекает на мучения. И в подтверждении тому история американского великана Роберта Одлоу. Второго самого высокого человека в современном мире после Федора Махнова. Родился американский гигант в 1918 году. Но по мере взросления его здоровье ухудшалось. Из-за быстрого роста у него была ограниченная чувствительность ног. Ему стали требоваться костыли. 27 июня 1940 года его рост измерили в последний раз в Сент-Луисе. Он составил 2 метра 72 сантиметра. Немногим позже, во время выступления по случаю Дня независимости в Мичигане, костыль натер ногу Роберта, что вызвало инфекцию и сепсис. Врачи пытались спасти жизнь великана при помощи переливания крови и операции. Однако спустя неделю Одлоу скончался во сне. Видимо, природа этим хотела сказать, что человеку незачем достигать таких размеров. Природа словно экспериментирует на гигантах. И с их помощью предупреждает человечество. Пока расти выше, нет смысла. Потихоньку исчезают с лица Земли и гиганты животного мира. Они тоже противоречат ходу эволюции. Конечно, вот наша цивилизация, она не способствует не то что появлению, но даже и сохранению каких-то крупных форм животного мира. Ну, посмотрите, что происходит с китами, посмотрите, что происходит со слонами. Их численность постоянно уменьшается. И дай Бог нам сохранить все эти виды для того, чтобы видели наши правды. Человеку свойственно верить в сказки. Искать следы великанов в искусстве, литературе. Мечтать о том, что они действительно существовали. И не ценить, не беречь тех удивительных гигантов животного мира, которые существуют рядом с нами, здесь и сейчас. Но все же мечты обогащают жизнь человека. Кто знает, может быть, когда-нибудь эти мечты станут реальностью. И, возможно, через сотни лет мы еще перейдем море вброд, а на самые высокие горы посмотрим свысока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова